Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про причины нестабильных сахаров в крови. Многие пациенты приходят на прием и говорят, доктор, я постоянно пью сахароснижающие препараты, я правильно питаюсь, но у меня регулярно скачет сахар. Мы разберем, почему это происходит и как же этого избежать. Первая причина нестабильного сахара это неадекватная диета. Когда мы говорим про диету, для нас очень важно не только какие продукты мы съедаем, то есть мы можем питаться идеально качественными продуктами, рыба, курица, мясо хорошее, медленные углеводы, то есть гречневая каша, кино, булгур, бурый рис, овощи. Но если мы не считаем количество углеводов, то есть сколько конкретно мы съедаем гречневой каши, сколько мы съедаем кино, если мы путаемся в группах продукта, что является белком, а что является углеводом. Например, часто пациенты в молочных продуктах, кефир, молоко, думают, что это белок. А если почитать состав, углеводы, количество сахара, углеводов-то там много, молочный сахар, лактоза. Именно поэтому, когда человек не ориентирован в продуктах, он съедает то 2 хлебные единицы, то 6, и соответственно сахар то низкий, то высокий. То есть первое, что мы должны сделать, чтобы обеспечить себе стабильные сахара крови, это обеспечить себе стабильную подобранную диету. То есть оптимальное количество углеводов на каждый прием пищи. И самое главное, это количество выдерживать. Не так, что мы съели то много, то мало, и у нас сахара пляшут. А именно постоянство в питании обеспечивает постоянство в сахарах крови. То есть количество в углеводах и комбинация, сколько сопутствующих продуктов. Это первое. Второе, это перекусы. Очень часто пациенты садятся пить чай на работе с сотрудниками и начинают перекусывать. Да, мы знаем, что медленные углеводы, будь то гречневый хлеб, гречневые хлебцы, серый хлеб, фрукты, ягоды многие, нам можно. Но, если мы съедаем углевод, например, на работе у нас стоит мисочка с фруктами, мы съели пару яблок, там 2-3 хлебных единицы лишних, в зависимости от размера яблок, углеводы нам поднимут сахар. То же самое, например, какие-то пациенты покупают так называемые диетические батончики. Особенно злаковые батончики. Злаки это углеводы, подъем сахара, батончики из сухофруктов, сухофрукты, фруктоза, фруктовый сахар, подъем сахара. Наелись мы таких псевдо-ПП продуктов с большим количеством углеводов. Естественно, подъем сахара. Поэтому, чтобы мы не положили в рот, мы должны это учитывать. Мы должны учитывать количество углеводов в каждом съеденном продукте. И понимать, как данный продукт отразится на нашем сахаре. Когда мы приходим в магазин и покупаем так называемые диетические продукты, не нужно верить тому, что написано на этикетке спереди большими красными буквами. Очень часто от больших букв диетический зависит цена. Умножить на 3, умножить на 5. Мы смотрим заднюю сторону, состав продукта, сколько там фруктового сахара, фруктозы. Нет ли там других усвояемых углеводов, сколько там и какой муки, которая содержит углеводы. И смотрим разбивку КБЖУ, калории, белки, жиры, углеводы. Если в так называемом диетическом продукте много углеводов, то понятно, что этот продукт мы оставляем на полке в магазине. Не нужно брать те продукты, которые будут повышать вам сахар. Следующее, это физическая нагрузка. Если у человека нерегулярные тренировки, особенно тяжелые тренировки, тренировка снижает сахар не только во время тренировки, но повышенный кровоток в мышцах и повышенное потребление глюкозы мышцами сохраняется 48 часов после нагрузки. То есть наступила весна, все поехали на дачу, да, многих есть дача, возделывать огород. В воскресенье мы повпахивали на даче, потратили много сахара, у нас там уже сахар падает, и следующие два дня есть риски падения сахара. То же самое касается тренировок и всего остального, то есть нагрузки учитываем. Следующая причина, по которой может скакать сахар, это неподобранная терапия. То есть неподобранные дозы инсулина при первом типе диабета, особенно это касается короткий инсулин на еду, когда человек на глаз считает хлебные, как попало, и то переколит короткого, у него сахар падает, то не доколит, у него высокий сахар. А по таблетированным препаратам очень часто либо неадекватные дозы, дозы, которые подобраны вслепую, когда врач не корректирует, как человек идет в процессе терапии, либо неправильное время приема. Ну то есть, например, там группа сульфонид-мочевины, да, диабетон МВ, который нужно пить утром, перед завтраком за 15 минут. Многие пациенты пьют после, которые либо не послушали врача, либо врач забыл рассказать, и, соответственно, из-за этого сахар начинает скакать. То есть, когда вам врач назначает терапию, если вам врач не написал в консультативном листе, когда пить этот препарат, до еды, после еды, во время еды, всегда спрашивайте доктор, а когда мне его пить, это важно. Следующее, это прием алкоголя. Алкоголь, у нас есть видео на тему алкоголя, кому интересно, можете подробно послушать, есть в школе диабета. Тема про алкоголь очень подробно. Так вот, алкоголь, если сладкий, скачок сахара, а дальше падение, если крепкий, то часто падение. Если человек регулярно принимает алкоголь, у него сахара, естественно, будут нестабильные. И следующее, это прием БАДов. То есть, если лекарственные препараты подбирает врач после обследования, то БАДы часто пациенты подбирают самостоятельно. А биологически активные добавки к пище, там альфа-липоевая кислота, корица, куркума, хром, они тоже влияют на сахар крови. И когда человек, начитавшись в интернете, там или наслушавшись чего-то, сам начинает подбирать себе комбинацию БАДов, комбинация БАДов может как ронять сахар крови, так и поднимать сахар крови. Поэтому, когда вы хотите ввести какую-либо добавку к пище при диабете, то вы сначала идете к врачу и обсуждаете с врачом, как данная добавка повлияет а. на ваш сахар, и б. на вашу печень и почки, то есть на внутренние органы. И только по согласованию с врачом вы будете добавки к пище. Потому что для введения некоторых добавок нужно уменьшить сахароснижающую терапию, для введения некоторых поднять чтобы сохранить стабильные сахара крови. Больше информации о диабете вы узнаете в школе диабета на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok